Добрый день, с вами госпожа Апаш, и сегодня я покажу, как ликвидировать неуловимую цель в испытании креериска в двух вариантах. Первый вариант прохождения. Для него я беру кейс с дистанционным устройством с рвотным ядом. На мой взгляд, это вариант более простой и надежный, так что рекомендую. Я кладу перед охранником кейс и после этого спокойно прохожу досмотр. Забираю кейс, вытаскиваю устройство и обратно кладу его. А теперь готовлю детонатор. Это нужно для активации устройства. Подхожу к цели и активирую устройство. А сейчас мне нужно дождаться, когда моя цель придет в туалет. И тут может быть два варианта. Когда она зайдет в первый, в ближайший туалет, там у нас есть посторонний персонаж. И тогда первым делом придется устранять персонажа, использовав для этого кейс. И второй вариант, если она зайдет в дальний туалет. Тогда все будет проще. Вот она заходит в дальний туалет. Это облегчает задачу. Я закрываю дверь и ее топлю. Таким образом, цель ликвидирована и я могу покидать эту миссию. Но если у вас пошло что-то не так, то вы всегда можете закрыть игру как приложение, не выходя в меню игры самой. И тогда вы сможете заново начать миссию. И второй вариант прохождения. Здесь я беру пробивной заряд и пистолет с транквилизатором. Этот вариант более быстрый, но тут может быть больше сложностей. Я готовлю пистолет с транквилизатором и стреляю в технический персонал. Больше здесь мне никто не сможет помешать. А сюда я забежала, чтобы взять баллон. Тут я обижала камеру слежения вдоль стенки. И направляюсь к цели. Я роняю баллон с газом у колонны и тут же пробивной заряд. В этом случае погибнет только моя цель. И спокойно покидаю миссию. Таким образом, вы увидели второй вариант прохождения. Первый более простой и надежный. Второй более быстрый. Что вы и видите. Ставьте лайки и подписывайтесь. Удачи вам! И в следующий раз. Удачи вам! Продолжение следует... ι